Субтитры подогнал «Симон» Сегодня в программе Он чужих себе вообще никогда не подпускал Так мог за ногу просто цапнуть, там зубы, вот А к этому соседу так привык, что просто гладить себя дает Ну так же он ветеринар Я домой как в чужой дом себе покажу Из того, что ваша собака любит вашего соседа, вы решили оспаривать свое отцовство? Лев Розин, чтобы обеспечить семью, отдает работе все свое время А его жена Алина настолько сдружилась с соседом Денисом Что тот гостит у супругов каждый день и возится с их дочерью Лев подозревает, что настоящий отец дочери именно сосед Жена уверяет, что с Денисом ее связывает только дружба Но отказывается пройти ДНК-тест Сейчас я не испытываю никаких к нему материнских чувств Но прошло 12 лет, я его видела два месяца от роду Я его не знаю, поймите меня, он мне не нужен Вениамин Бородкин стал опекуном приемного сына покойной жены Татьяны Перед смертью жена открыла тайну 12-летний Елизар, ее внук Родители, дочь Светлана и ее муж Альберт Ульман живут в другой стране Сегодня Бородкин просит установить отцовство Ульмана Иск не признает ни сам Ульман, ни его жена Светлана Здравствуйте, прошу всех садиться Слушается гражданское дело по иску Розина Льва Матвеевича Крозина Алине Викторовне Об оспаривании своего отцовства в отношении Розиной Дарьи Львовны Девочке сейчас 6 месяцев Истец утверждает, что не является биологическим отцом девочки На этом основании просят аннулировать запись о его отцовстве в акте о рождении Отвеча Крозина Алина Викторовна с исковыми требованиями не согласна Лев Матвеевич, вы состоите в зарегистрированном браке с ответчиком На каком основании вы утверждаете, что не является биологическим отцом Дарьи? Ваша честь, я хирург, врач Скажу прямо, врач очень хороший и очень востребован на работе У меня часто не бывает дома И бывает так, что и ночью вдергивают на дежурство Два подряд выходных у меня практически никогда не бывало И 6 лет назад я женился, вот она Жена, пока жена И полгода назад у нас родился ребенок Это мой второй брак И от первого брака у меня также есть сын Взрослый, Евгений И мы мечтали, чтобы у нас был общий ребенок А получается так, что пока я спасаю жизнь на работе И зарабатываю деньги, она мне изменяет Я не изменяю тебе Я прошу аннулировать мое отцовство по отношению к моему ребенку Я сказал, что пока меня нет, этот мужик постоянно у нас дома сидит Да он может все что угодно говорить Ваша честь Я с ней по этому поводу разговариваю Она, мы дружим Значит, ваш сын сказал вам, что Алина, молодая ваша жена, изменяет вам соседа Да, да Я у нее спрашиваю, она, мы дружим Что за дружба такая с чужой женщиной, я не знаю Пожалуйста, отвечик, скажите Да, мы дружим Я ему сто раз говорила, что Денис это ветеринар Я нашу собаку Денис это ваш сосед Совершенно верно По предположению вашего мужа, ваш любовник Да, совершенно Да Он меня обвиняет, что дочь от Дениса Это ветеринар Я возила нашу собаку в ветеринарную клинику Лечила его Ты прекрасно знаешь, у нее были проблемы с шерстью Да, мы дружим, что здесь такого Да, в конце концов, что я должна спрашивать разрешение, кого мне приглашать в гости Я взрослый человек Почему не могу дружить с мужчиной Ваша честь, мы по этому поводу с ней очень много ругались И дошло до того, что Джерри это наш доберман Он чужих себе вообще никогда не подпускал Так мог за ногу просто цапнуть, там зубы, вот А к этому соседу так привык, что просто гладить себя дает Ну так же он ветеринар Я домой как в чужой дом себе покажу Из того, что ваша собака любит вашего соседа Вы решили оспаривать свое отцовство? Ничего криминального нет А и приходить этот ветеринар Начал как раз незадолго до того, как она забеременела А когда Даша родилась, так вообще Я прихожу домой Зачистил, да? Он на руках ее держит, нянчит Я чуть спорогу Кого ее? Ответчика или девочку? Ответчика, ответчика, Ваша честь А потом пригляделось в морду, простите Лицо у этого соседа с моей дочерью Один в один Меня здесь просто как молнию ударило Какой нормальный мужик будет чужого ребенка На руках нянчит Ладно, там своего, я понимаю Я все подсчитал Да полно таких Я все подсчитал Состоял график беременности Подсчитал срок зачатия Так, ну и что же вы насчитали? Давайте посмотрим Смотрите Ваша честь, Даша 15-го родилась Значит, зачатие где-то в середине июля было Я поднял переписку со своим сыном Где он мне про это соседа начал писать Как раз все сходится Как раз он примерно в это время начал к нам ходить А в июле тебя не было А у вас что, не было отношений в этот период, что ли? Ваша честь, я врач Я привык фактам верить У вас в этот период были отношения с вашей женой? Конечно были Я на работе бываю А почему тогда вы считаете, что отец-то сосед, а не вы? Я бываю на работе сейчас Ваша честь, у меня есть свидетель У меня есть свидетель, это мой сын Прошу его вызвать Он застал ее с этим мужиком Можно я скажу свое мнение, выскажу Причем здесь вообще твой сын? Я понимаю, наверное Подождите, пожалуйста, отвечу, кто же должен высказать? Можно я выскажусь, Лёва? Ты свою сторону выскажешь Имейте, пожалуйста, уважение Хорошо, возможно, подозрительно Когда замужняя женщина общается, дружит Как хочешь можешь это называть Но только не в любовной связи состоит Своим соседом, Денисом Что здесь такого? Я сижу, вот мои доченьки, наши доченьки Шесть месяцев Я все время безвылазна дома У меня подруг нет Я ни с кем не общаюсь Муж мой без конца на работе находится Мне хоть с кем-то дружить остается Хотя бы извиниться Ну поговорить с кем-то, конечно Тем более ребенок крошечный Ну конечно А потом, дорогой мой У тебя уже проблемы с сердцем Он на этой работе уже, я не знаю Мне кажется, погибает А если с тобой что случится Что я буду Дашеньке рассказывать? А потом, вы знаете, Ваша честь А это сейчас к чему вы сказали? Как к чему? К тому, что он без конца на работе Я увижу один раз в неделю, дай бог А, это просто личный упрек Ну конечно Мне хотелось бы, чтобы он был Побольше дома находился Безусловно У меня есть свидетель Это мой сын Что ж такое-то? Он их застал И я хочу, чтобы он пришел И сейчас все это вам рассказал Вы поймете, что я прав Что Даша не мой биологический ребенок Видимо, он очень большую какую-то роль Играет в вашей жизни Ваш сын Потому что вы все время Про него говорите Это мой сын, Ваша честь Конечно И он их застал Вы сейчас сами все поймете Прошу его выгодить Розен, Евгений Львович Пригласите, пожалуйста Это несправедливо И это неправильно Что ты делаешь В чем я перед тобой виноват? Зачем ты это все? Зачем ты позоришь меня здесь В суде? Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, Ваша честь Скажите, пожалуйста Вот Алина, она ваша мачеха Действительно ли вы ее Застали Вместе с соседом Денисом Ветеринаром Ваша честь Вы были свидетелем их любовной связи Было такое? Нет, такого нет Ваша честь Я сейчас расскажу, как было Да Смотрите, это было Вот как раз середина лета где-то Я в тот день с друзьями Ну, в клубе затусил Где-то, ну, до утра Ну, я думал, куда ехать К матери, которая мне Откровенно вынесет мозг За то, что я так рано Или поздно пришел, да Или к отцу Я решил поехать к отцу Тем более, отец мне Дал ключи от квартиры И он Ну, отец делал Делал, да и делал Все, чтобы у нас были С ним хорошие отношения Ну Ну, естественно, да Я решил поехать к отцу Приезжаю Звоню в дверь Никто Ну, так, может, минуту Может, две Звонил Но никто не открывал Ну, может, спали Ну, на самом деле Я под утро вернулся Ну, на самом деле Ничего не говорю Ну, и достаю свои ключи Открываю И там, что я вижу Она выбегает Из комнаты В одном халате А что она должна была Голая выбежать? Такая вся растрепанная И мужик этот выходит Вот этот сосед В одних трусах То есть, представляете, да Картина такая Прихожу домой К своему отцу Он сейчас был на работе В тот день Ну, и к мальчике своей И вижу вот такую картину Ваша честь Ну, во-первых, я не знаю Что они там употребляют В этом клубе Что он там Ему могло показаться Что я была растрепанная Во-вторых, не трусы А шорты Это было лето А потом В чем я должна ходить дома? Ваша честь То есть, гостя Я сосед свою должна Принимать как? В декультированном Вечернем платье Или в строгом костюме Я как не могу понять? Ваша честь Алина в очередной разе В бальном платье еще можно Можно в бальном? Да, Ваша честь Можно в бальном? Ваша честь Алина в очередной раз Доказывает То, что она может Хорошо всю Ситуацию рассказать Я Рассказала об этом отцу Но не в сильных деталях Потому что она могла все перевернуть Она это очень умело делает Я остался бы крайним И у меня бы Спортилось бы отношения с отцом А зачем мне это? Ну и спустя некоторое время Где-то два примерно месяца Отец мне такую радостную новость сообщает Такой весь веселый Показывает мне результаты Вот УЗИ То, что У тебя будет сестра или брат То есть, он весь сиял от счастья То есть, я на тот момент Честно, за отца порадовался Но я учусь в медиа Тоже уже на втором курсе Иду по стопам отца И, ну, естественно Я в голове стал запоставлять факты Ты что, в вашей постели что ли стоял? Я не пойму Подожди, пожалуйста Как ты мог сопоставить факты? Подожди, пожалуйста Ну, я стал запоставлять факты И сказал уже отцу про это более конкретно Чтобы он задумался Отец проявил ко мне внимание в тот момент Но дождался, когда ребенок родился Ну, когда он родился И вот уже, скажем так Начались все вот эти глобальные истории Ваша честь Дело в том, что Евгений Он меня терпеть не может Я не знаю, что я тебе сделала Это очевидно Мне совершенно непонятно Я к тебе очень хорошо отношусь Но я знаю повод Почему он хочет, чтобы мы разошлись со Львом И про это расскажет моя свекровь Будьте добры, можно пригласить в зал сюда Мою свекровь Маму и веста, соответственно А что здесь бабушка делает? Розина Львия Азаровна Пригласите ее, пожалуйста Мать моя позвала сюда А и что? Мать моя при чем здесь вообще? Твоя мама здесь совершенно ни при чем Какое у тебя нужно быть отношение? Она тебе кое-что сейчас расскажет Да, спасибо Она просто моя мама Твоя мама, точнее Да, она уже, собственно, и моя Здравствуйте, Львия Азаровна Здравствуйте Мам, ты ничего не перепутала? Скажите, пожалуйста Вот свидетель Евгений Утверждает, что Ваша дочка Родила дочку свою, Дашеньку Не от своего мужа А от соседа Дениса Что вы по этому поводу можете сказать? Да вы знаете Тут нечего объяснять Просто я считаю, что мой сын, Лева, просто сошел с ума Сначала он разводится с первой женой И, Лева, вспомни, ты когда решил жениться на Алине Я была против Ты же меня сам убедил, что она замечательная, хорошая Но когда родилась, да, Женька, на свет Я в самом деле убедилась, что она хорошая, добрая, хозяйственная Она красивая, у тебя просто золотая жена Я не понимаю, что тебе еще нужно Родила тебе ребенка Другая бы давным-давно тебя бросила Так вот, а то, что Женя, внук мой, ревнует своего отца к Алине Ну, это, по-моему, понятно Он любит свою маму Ему неприятно видеть своего отца с чужой женщиной Но дело даже не в этом Лева, ты не все знаешь Помнишь, когда ты попал в больницу с сердечным приступом И целый месяц лежал в больнице Врач тогда нас сильно напугал Что ты в любой момент можешь умереть Так вот, в этот момент ты решил написать завещание Что все свое имущество завещаешь своему единственному сыну Сейчас здесь вообще не об этом Ну как ты не об этом? Послушай, послушай Так вот, ты думал, что Женя не в курсе А Женя в курсе Я сама лично видела Я не знаю, каким образом, случайно Он, наверное, в вещах что-то искал, в документах Завещание хранится у меня дома Так вот, я видела, что он это завещание прочитал Вы знаете, из доброго, хорошего, мальчика, щедрого Он превратился просто в чудовище Потому что в тот момент Наверняка, Женя, ты понял Что если с папой что-то случится Тебе придется делиться имуществом А имущество немалое Там двухэтажный дом Огромный участок Дорогая машина Так вот, я так теперь поняла, Жень Что ты решил любым способом Разлучить отца с Алиной Но ты понимаешь, что ты лишаешь Ребенка можешь оставить без отца Жень, я тебя люблю, ваше честь Я очень люблю внука То есть вы считаете, что здесь исключительно Какой-то наследственный интерес Ну, понятно, да Но он хороший мальчик Я говорю, может быть, он этого и не хочет Не понимаешь Ты просто не понимаешь Что ты свою сестренку можешь оставить без отца Жень, я тебя очень люблю Ну и внучку Дашеньку я очень люблю И хочу, чтобы она росла в полноценной семье Что скажете, Евгений Львович Когда вся эта ситуация произошла Когда отец мне сообщил Про то, что его жена беременна Я решил поглубже копнуть В этой ситуации, если так можно выразиться Я решил залезть в свой компьютер Ну, где сейчас в мире хранится В принципе вся информация Ваша честь, я могу вам прямо сейчас Передать папку А есть у меня все в материалах дела Сейчас мы выведем все это на экран Так, привет Как там доченька Дашенька? Пишет Денис Алине Алина отвечает Все хорошо, привет Денис ей пишет Очень бы о ней соскучился Такая чудесная Алина отвечает Да, чудесная Есть в кого Денис ей пишет Очень мою девочку люблю Жаль, не получится сегодня увидеться Поцелую ее от меня Ваша честь И вам кажется, что это Ну и что здесь такого Он же не пишет Моя доченька Ваша честь Знаете что? Вот для того, чтобы расставить все точки на ды Я думаю, надо пригласить сюда Дениса Пусть он лично скажет Что он не является отцом Дашеньки Что отец Лева Вот будьте добры Дениса Да, конечно Исаева Дениса Антоновича, пожалуйста, пригласите Ты понимаешь, что я ее люблю Так же, как и тебя Ну и при чем здесь это? Я не с Молрией Денис, проходите, пожалуйста Вставайте к ответчику Скажите, пожалуйста, Денис Какие у вас отношения с Алиной и Розиной? Чисто соседские Мы познакомились совершенно недавно Буквально пару лет Живем в одном доме Ну так бывает, что можно всю жизнь прожить И не знать друг друга Я ветеринар Она приходила как-то мне с собакой на прием И смотрю, вроде собака знакомая Но я хозяев-то не запоминаю Для меня пациенты главное Ну и после этого как-то разговорились Пациенты это животные, соответственно Конечно Для меня главное это животные Ну и начали общаться так после этого Все А почему стали общаться ближе? Ну это личная такая история Понимаете, три года назад У меня с женой Уже теперь с бывшей Родилась дочка маленькая Она родилась с пороком сердца Но она не выжила Сказали, что есть хороший врач Порекомендовали Вот Врач не смог И ребенка мы потеряли С женой в итоге развелись Все И вот после этого я купил квартиру в этом доме И Живу Так и получается все А тут недавно, когда Алина родила Я увидел, что это ребенок И получилось Почему я к этому ребенку так У меня получился как будто Ну перенос каких-то эмоций Вот Которые я своему ребенку не смог Тогда выдать Да Вот Направил на ее дочку И Ну это Сублимация называется Что-то типа того Как-то вот Не знаю, вы врач Вам виднее Ну да Лев Матвич Вы удовлетворены объяснениями Дениса? Ваша честь Я, конечно, про эти обстоятельства не знал Но это Конечно, сочувствую Что ребенка потерял Можно было нормально, наверное, сказать И договориться Я не знаю Можно как-то по-человечески Я Что должен думать? Я смотрю Он постоянно с моей женой С моим ребенком на руках трется Не, ну его можно понять Да Как мужа Да Но Если бы я на его месте находился Может быть, я тоже так бы реагировал Но тем не менее Ну так получилось Ваша честь А теперь получается, значит Мой ребенок, да Вот теперь Теперь себе должно быть стыдно А если Денис бы к тебе подошел Просто так бы Рассказывал бы это Ты вряд ли бы ему поверил Может быть, как сейчас говорит Поражается, молодежь бы втащил ему Вот Я, конечно, понимаю Как это все со стороны Алин выглядит И что я и на работе Не очень хороший муж Ну ты тоже меня пойми Я как должен был смотреть На эту ситуацию Давай сейчас это все Угу Спокоимся немножко Давай дома поговорим об этом Двоем как раньше Не знаю уже Будет ли так как раньше Ты должен у Дашеньки Просить прощения Не у меня Все? Теперь экспертиза не нужна? Да не нужна никакая экспертиза Вы мои родные Ваша честь Можно мы просто домой пойдем И все? Ваша честь А я могу попросить На оглашение? Нет, вы не можете Вы свидетель Попросить Могут только истец Или отвеч Экспертиза все равно Была проведена И суд обязан Огласить ее результаты Принесите, пожалуйста, конверт То есть мы услышим Да в любом случае Ты же говоришь Просто дружился Ну дело в том Что там и моя репутация Как бы замешана Поэтому Что вы ему верите Нужно выяснить Расстать Спасибо Оглашаются результаты ДНК-теста В рамках проведенного Исследования Метода молекулярно-генетической Индивидуализации Стилеопределения Биологического родства Было выполнено Сравнительный анализ Генетических профилей Предполагаемого отца Розина Льва Матвеевича И Розины Дарьи Львовны По результатам Настоящей экспертизы Розин Лев Матвеевич Не является Биологическим отцом Розины Дарьи Львовны Какого черта Кто является Кто не является Кто из вас здесь Может там еще один Какой-то там сосед Какого черта Лева, Лева Ты пожалуйста Успокойся У тебя сердце болеет Ой, отца вспомнила Есть же справедливость Деточка На этом свете Серьезно А какой справедливость Денис, говорите Интересно Дело в том Что я считаю Что Даша Моя дочь Я говорил Что три года назад У меня умер ребенок Как все поменялось После оглашения Результатов ДНК-теста Этот врач Который не смог Это он Ты помнишь Что ты сделал Что ты не сделал Ты не смог Это из-за тебя Она умерла И вот теперь Я решил отомстить Я очень долго думал Что же мне сделать Как выйти И тут я случайно Знакомлюсь с Алиной Узнаю ее фамилию Думаю Вот он Джекпот У нее этот муж Думаю Ладно, хорошо Я посмотрю Как он Чем он живет Чем он дышит И после этого Алина мне начала Еще глазки Сама строить Думаю Само все в руки идет Хоп И мы тебе рожки нарисовали Как все здорово А потом еще оказалось Что она еще и беременна И родила А когда Даша родилась Я увидел Что она Похожа на меня Так это мой ребенок Вот в чем дело И теперь у меня есть ребенок А у тебя нету Ваша честь Я не знаю Что сейчас на это сказать Что думать Я шел сюда Честно Уже с мыслью Что развожусь А здесь вроде как Все нормально стало А сейчас опять И вдвойне А ты вообще идиот Придурок Мы врачи У нас такая профессия Что мы не роботы И всякое бывает Ты убийца А ты что наделал Что ты наделал Ты думаешь себе Ты дочь получил Ты у меня дочь отобрал Ты внучку у меня забрал Ты каким отцом ты ей будешь Ты знаешь сам Понимаешь Каким надо Таким и буду Да никаким ты не будешь Ты просто пришел И все разрушил Суд долез Для внесения решения Прошу всех встать Ну что Далее в программе Сейчас я не испытываю Никаких к нему Материнских чувств Но прошло 12 лет Я его видела Два месяца от роду Я его не знаю Поймите меня Он мне не нужен Вениамин Бородкин Стал опекуном Приемного сына Покойной жены Татьяны Перед смертью Жена открыла тайну 12-летний Елизар Ее внук Родители Дочь Светлана И ее муж Альберт Ульман Живут в другой стране Сегодня Бородкин просит Установить Отцовство Ульмана Иск Не признает Ни сам Ульман Ни его жена Светлана Ты понимаешь, что ты натворил? Ты разрушил? Ты свою жизнь разрушил? Прошу всех садиться Углашается решение суда Иск об оспаривании отцовства Удовлетворить Аннулировать запись Об отцовстве Розина Льва Матвеевича В записи акта О рождении ребенка Суд аннулирует запись Об отцовстве истца Потому что Утверждение, что он не является Биологическим отцом Розины и Дарьи Подтверждается Обстоятельствами Установленными В ходе данного судебного разбирательства В заключении Молекулярно-генетической экспертизы Седание закрыто Прошу всех встать Заседание закрыто Прошу покинуть зал сюда Ну и стервы же ты все-таки Слушается гражданское дело По иску Бородкина Вениамина Вячеславовича Об установлении отцовства Ульмана Альберта Фридриховича В отношении Черноусова Елизара Егоровича Которому сейчас 12 лет Ответчик иск не признает Вениамин Владиславович Расскажите, пожалуйста, суду При каких обстоятельствах Мальчик оказался под вашей опекой В свидетельстве о рождении В графе отец Черноусов Егор Иванович Пожалуйста Ой, долгая эта история Ваша честь Значит Елизар появился в моей жизни 10 лет назад Когда мы поженились с его Как я тогда считал матерью Черноусовой Татьяной Которая объяснила Наличие ребенка Как, ну, случайно она забеременела В 37 лет От своего знакомого Женатого мужчины И, ну, как бы у нее И уже была дочка Ну, подумала Пусть не буду делать аборт Рожу Пусть будет еще мальчишка Вот Ну, никаких претензий К отцу она, естественно, не выставляла И поэтому Я не знаю, кто там записан В графе Я видел это свидетельство о рождении Матери там записана была Черноусова Татьяна Тимофеевна Вот На самом деле Потом уже вот Перед смертью Перед самой Она открыла мне Что на самом деле Это она бабушка Этому мальчику Елизару А настоящая-то Мать Это ее дочь Которая родила его В 17 лет Будучи школьницей Ну, естественно Она от него отказалась Хотела отдать вообще В детдом Но Татьяна решила Оставить его себе То есть, получается Она его усыновила Елизара, да? Она его усыновила Но Документы об усыновлении Я не видел Как она сказала Она его уничтожила Чтобы когда, допустим Подрастет Елизар Чтобы он его случайно Не обнаружил То есть, просто Он считал ее Своей матерью Вот Я С ее Дочери Тоже за это время Не виделся ни разу Все 10 лет Потому что Она живет в Германии Со своим Вот Возлюбленным Дочь Татьяны Светлана Светлана Которая биологическая Мама Елизара Живет в Германии Светлана Живет в Германии При этом У них вышел Сильный разлад С матерью Из-за того Что она решила Уехать Оставив мать Вот Они очень сильно Поссорились Из-за этого Вот Ну, поэтому Свидетельство от Светланы Я получить не мог Единственное Вот еще Перед смертью Тоже Она сказала Что Об этой истории Знает еще Один Только один человек Ее близкая подруга Тамара Евстратова Которую я надеюсь Здесь заслушаем В качестве свидетеля Да Она у вас заявлена Скажите А вам жена говорила Когда была жива Почему дочка Отказалась от ребенка Ну Вообще Мы с ней на эти темы Не говорили То есть Я так понимаю Что это нормально Для 17-летнего человека Чтобы оставить себе Ребенка Будучи школьным Еще куча планов На жизнь Ну подзалетела Ну оставила То есть вот так Но мы с ней Не обсуждали эту тему Вот Ну Уже тоже Опять же На смертном одре Уже практически Когда она Ну она понимала Что ребенок Будет не обузой Поэтому она попросила Просто пока Не отдавать его В детдом Оформить опекунство И подать иск На признание Отцовства Фульмана Альберта Фридриховича Вот Ну собственно Я был не против Поскольку мне ребенок Не нужен А гораздо лучше Если Дисней Будет воспитать Настоящий отец Жена скончалась Вы просто хотите Ему подобрать семью Да В которую он Сможет Настойно жить Ну как бы Есть настоящий отец Который С этим справится лучше Альберт Фридрихович Как вы Считаете Елизара Своим биологическим сыном Да нет Вообще Никогда не считал И не знаю о нем О его существовании Никогда не слышал А вы муж Светланы Да? Да Я муж Светланы Дочери Татьяны Соответственно Вот все обстоятельства Которые рассказывают Ну я о них Первый раз слышу Здесь на суде На самом деле То есть По большому счету Для меня Двойственная ситуация Я бы Во-первых Был рад Если бы я был отцом Потому что Ну мы с супругой Не нажили детей Да Но этого не может быть Потому что Во-первых Елизар Он родился 1 октября 2007 года Следовательно Зачатан был Ну в первых числах Января А я уехал в Германию 25 декабря 2006 года Ну как раз В канун Рождества А во-вторых Мне супруга вообще Ничего не говорила Что у нее есть Какой-то ребенок И она клянется Что у него нету Что у нее нет детей А естественно Мне кажется Вообще какой-то аферист Я вообще не понимаю Зачем ему это все нужно Вот этого только не надо Альберт Я порядочный человек И никакие афермы Я тут не преследую Мне просто нужно Чтобы ребенок Попал в нормальные руки И все Да откуда я знаю Что у вас вообще в голове Ну не верю Я в такую простую порядочность Ну мы вам его не продаем Я его вам даю У вас должна быть Какая-то цель Вы наверняка Какие-то корыстные интересы Преследуете Но если вы хотите Чтоб этот ребенок Попал к нам в семью Чтоб мы его приняли Ну давайте как-то Обсудим это все Он просто не хочет Чужого ребенка воспитывать Да конечно Вот и все Зачем Я не думаю Что здесь какие-то Корыстные цели У него опекунство Ребенок полностью на нем На его содержание Он хочет его пристроить Выполняем Посмертную волю Об этом ребенке Но поскольку Это брат моей жены То в принципе Я согласен Принять его В любом случае А с тещей У вас были какие-то Разговоры по поводу ребенка Когда она еще была жива Нет уважаемый С Татьяной Не было никаких Никогда Разговоров И быть не могло Дело в том Что я работал Преподавателем В школе У Светы У своей супруги Ей на тот момент Было 17 лет Мне 31 год Я ее подвозил В этот Ну Подвозил на машине По большому счету К дому И мы целовались с ней И это все Увидела мать Светланы Ну Моя теща По сути И она Закатила Такой скандал Она обзывала меня Педофилом Извините То есть Говорила Что заявят в школу Заявят в полицию И что посадят меня Вообще в тюрьму И в таких обстоятельствах Я решил Ну как бы Эмигрировать По большому счету Дело в том Что я Что в тюрьму Что ли не попасть Вы решили эмигрировать Ну в том числе Зачем мне такие проблемы Вообще По большому счету 17 лет Это уже Возраст согласия Ну Понимаете Хорошо Решили эмигрировать Не важно По каким причинам Так Ну дело в том Что я выиграл Я вообще музыкант Я занимаюсь скрипкой Я выиграл конкурс музыкальный И мне предложили Уехать в Германию Ну и в таких обстоятельствах Я вообще Решил согласиться Соответственно И поговорил со Светой Сказал Что как я туда приеду Закреплюсь там как-то Да там Встану на ноги Я ее к себе позову И ну Попросил Чтоб она единственное Об этом матери не говорила Да И когда она уже Ну я ей позвонил У них с матерью Разгорелся скандал Она не хотела Как я понимаю Ее отпускать И она ее буквально Прекляла И не стала общаться Вообще с ней никогда То есть Татьяна Не хотела Чтоб Света уезжала За границу Оставляла ее здесь одну Как я понимаю Да Но эти обстоятельства Наверное Пускай лучше Светлана Объяснит А не я Вы хотите ее В качестве своего свидетеля Пригласить Да Ульман Светлану Игоревну Пригласите пожалуйста Ну и что Почему ребенка Не хочется взять Так это не мой ребенок Откуда я знаю Сейчас экспедиция Здравствуйте Светлана Здравствуйте Под опеку После смерти Вашей мамы На самом деле Ваш биологический сын Елизар Ваш сын Ваша честь Да нет конечно Моя мать взяла На усыновление Этого ребенка Когда она поняла Что я уеду В Германию Я вообще Чтобы ей не одиноко Было В Германию В Россию Я не возвращалась Я там жила Долгое время Нелегально И только три года Назад получила Гражданство Соответственно Если честно Потом в Россию Мне было ехать неохота Потому что незачем То есть У нее муж Ребенок Она со мной Контакты Никакие не устанавливала На связь со мной Не выходила Истец Сообщил О ее смерти Только в соцсетях То есть Вы узнали Что ваша мама Умерла из соцсетей Да Да И у меня даже Не было возможности Приехать на похороны Потому что на тот момент Я работала И просто Не смогла приехать И Уважаемый истец Я конечно Дико извиняюсь Но Прийти сюда И Сказать Что Мой муж Является Отцом Ребенка Которого Усыновила моя мать 12 лет назад Ну извините Конечно Для меня это полный шок И бред Ваша честь Он же не просто так это говорит Наверное У него есть какие-то основания Я же в пустом месте Завел вот эту процедуру С признанием отцовства Ульмана Разумеется Помимо моих слов Я же уже сказал Что Не только мне говорила Об этом Ребенке Светлана Не только моя супруга покойная Но еще и ее подруга близкая Которая это знала Я прошу ее пригласить сюда Для дачи показаний Евстратова Тамара Эдуардовна Да Пригласите ее пожалуйста Тетю Тому Зачем ее Она здесь при чем Откуда она что может знать Непорядочно ты себя ведешь Света Тамара Эдуардовна Здравствуйте Здравствуйте Ваша честь Тетя Тома Зачем вы-то здесь Тамара Эдуардовна Скажите пожалуйста Суду Ваша покойная подруга Татьяна Установила ребенка Елизара И говорит Что на самом деле Является биологическим Сыном Светланы Ее дочери Да Это верно Да Елизар Это сын Светланы И Альберта Так Она вам это говорила При каких обстоятельствах Вам об этом стало известно В апреле седьмого года Я позвонила Татьяне Поздравить ее С днем рождения Она конечно приняла поздравление Но когда я спросила Будем мы праздновать В выходной Праздник или нет Она сказала Что у нее такие проблемы Она была так напряжена И она мне рассказала Что она заметила Что в последнее время Не покупала Светлане Никакие генические средства Прижала ее к стенке И та расколола Что да У нее задержка Два месяца Ну и потащила Девчонке 17 лет Она ее потащила В женскую консультацию Там подтвердили Что беременность Четыре месяца Ну Татьяна поняла Что отец ребенка Это Альберт Потому что незадолго До этого он сбежал В свою Германию Какой куда я сбежал Меня пригласили Зачем Зачем Прогласил Зачем Но сам факт Четыре месяца Аборт простите Делать уже поздно Решили будет рожать Чтобы соседские кумушки Меньше толковали Мы решили Что Света поживет До родов У меня на даче Благо там все условия Света родила У нее началась После родовая депрессия Она в роддоме Начала кричать Что ей ребенок не нужен Мы ездили Уговаривали ее Она ни в какую Когда она выписывалась Она написала Отказную И отказалась от ребенка Ребенка забрали В дом малютки Мы с Татьяной бегали Собрали все документы Суд и опека Разрешили И Татьяна Установила Этого мальчишку Ну все-таки Это родной внук Ну что и ребенка бросать А что она всем Сказала остальным Знакомым Своим друзьям Никому ничего не было сказано Татьяна полненькая И незаметно В принципе было Что она беременна Не беременна Это не суть важная Никто ничего не заметил Фигура позволяла А Света у нас все пребывала В депрессии Альберт не показывался Светлана говорила Что мама очень обижалась На нее За то Что Света уехала Правильно Потому что Света вообще С мамой никакого отношения Не поддерживала Ребенка она кормить Отказывалась Хотя могла бы и кормить Хоть она и отказалась От ребенка Но покормить-то можно Ребенку нужно Молоко материнское И через два месяца После того Как Элизар у нас родился Света втихаря Ей позвонил Альберт Она собрала свои манатки И укатила к нему В Германию Татьяна была В таком расстройстве Она так на нее обиделась Ну ладно Она не хочет Помогать матери Но зачем туда-то укатывать И за все это время Она ни разу Ей не позвонила Даже не спросила Как мать поживает Как ребенок растет Это же ее кровь Укатила она к любимому А вот то, что маме не позвонила Действительно очень странно Да И она вот И Катяна сказала Что нет у меня дочери Ну в душе-то она все равно Дочь любит И она Ну обиделась она на нее Материнская все-таки Это обида была И не звонила ничего И она ударилась В воспитании Элизара Мальчишка рос Где-то через пару лет Она меня познакомила С Веней Представила как своего жениха Если честно Я была очень удивлена Потому что она так ушла В воспитание ребенка Что я думала Она ничего вокруг не замечает А нет Они расписались с Веней Но при всем при этом Она Вене не сказала Что это ее внук А не сын Потому что она боялась Что он проговорится Мальчишке И не хотела Чтобы муж знал Что он спит с бабушкой В конце концов Поэтому она это оставила В тайне И раскрылась Только когда Вот она заболела И узнала Что уже все тут В принципе Дни сочтены У нее тяжелая болезнь Болезнь в принципе От нервов Так что я считаю В этой болезни И Светочка виновата Она туда тоже вложилась И она раскрылась в Вене Потому что она понимала Что он человек порядочный Ребенка не оставит И она рассказала Что отцом ребенка Является Альберт И она вот все рассказала Все так произошло у нас Светлана Вы и дальше будете утверждать Что Елизара не рожали Очень достоверное показание Тамара Эдуардовна сейчас дает Ваша честь Нет, я не буду Я действительно Биологическая мать Вот Елизара Но Но юридически Мы с ним абсолютно Чужие люди Понимаете Я Я не хотела ворошить Я не хотела ворошить Эту историю Мне она неприятна Я не хотела Об этом разговаривать Зачем вы пришли И начали все это говорить Мне тоже непонятно Спустя 12 лет Вы сюда пришли И решили рассказать Эту историю Ну родная А почему эту историю Не рассказать Мальчик ваш Биологический сын Ребенка будет Мать Вы не ребенком Не мамой Не интересуетесь Чем вы вообще Интересуетесь В жизни Что для вас важно Кроме Альберта Ничего видимо Ваша честь А что мне оставалось делать Альберт уехал В Германию Я осталась одна Я думала Что он меня бросил Он мне не звонил Не писал И вообще никак Не выходил на связь Я решила Прервать беременность Я нашла Врача Чтобы сделать Нелегальную беременность И в общем В общем там все закрутилось И это в общем там тетка Которая ее делала Ее арестовали За то что У нее там пациентка На столе умерла Которая нелегально аборты делает Да Понимаете Я то могла оказаться На ее месте И я На месте пациентки Да Я очень переживала По этому поводу Я не хотела принимать Никакие лекарства Потому что я боялась За свою жизнь Можно было сделать легальный аборт Такая опция тоже есть В России Уже просто было Очень поздно Почему ты об этом Об этом не сказала Почему когда ты в Германию Приехала Об этом не сказала 12 лет 12 лет мы жили Альберт Как ты себе представляешь Что я прилечу к тебе И скажу Что я отказалась От нашего ребенка Понимаешь Я не знала вообще Что ты ко мне чувствуешь Конечно Лучше через 12 лет В суде выступать Спустя год Я думала Что ты меня разлюбила Вообще там Меня выставишь за порог Что я могла сделать Потом же мы с тобой поженились Все успокоилось Ваша честь Я позвонила своей матери И сказала Что мы готовы Забрать Елизара Домой Но она закатила Понимаете Она закатила На эту истерику Начала говорить Что ребенка Она не отдаст Что Чтобы я вообще Никак на него Не претендовала Не хотела она Мне его отдавать Она сказала Что она позвонит В миграционную службу Что меня депортируют И у меня все Все плохо кончится Я просто не стала С ней связываться Я понимаю Скажите мне Пожалуйста Альберт Фридрихович Вы уехали из России Уехали в Германию Ваша невеста Светлана Думала Что вы ее бросили Была в отчаянии Хотела делать аборт А как так получилось Что вы целый год Вестей не подавали Уважаемый суд Понимаете Была такая ситуация Когда приехал В Германии В лагере для переселенцев У меня оказались ошибки В документах И вообще Меня приняли За преступника За преступника Который находится В розыске Меня посадили В тюрьму Меня вообще Хотели депортировать Это вообще Все было ужасно И вдобавок К этому Еще те Кто меня пригласили На работу Вообще От меня открестились Грубо говоря Сказали Что я как бы Не нужен Я фактически Год Год провел В тюрьме Соответственно Там у меня Не было никакой связи Телефонов Там нет А сказать другому человеку Что давай Объясни Там моей Ну вот Светлане О том Что я не могу С ней связаться Потому что я нахожусь В тюрьме И прочее Вы понимаете Да она бы наверное Не поверила мне Подумала Что я ее хочу бросить Да Так она так и подумала Ну да Но по большому счету Все равно Если бы я Так сделал Я думаю Что ничего бы Хорошего не получилось Единственное Я не понимаю Почему Светлана Столько молчала Заря Она вообще Столько молчала Еще как сейчас Вообще К этому всему Ребенок Отнесется Вот мне тоже По большому счету Непонятно Такой поток информации Просто А вы знаете Он уже эту информацию Переварил Послушайте Что он психологу Рассказал Елизар И что мама Конечно 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 будет сложно В первое время Учить язык Там школьная программа Но я думаю Что Сутвы Слушал аргументы Стороны Показания Свидетелей Пришло время Ознакомиться С результатами ДНК-теста Принесите Пожалуйста Конверт Спасибо Сейчас все Как следует Вглашаются Результаты Генетической Экспертизы В рамках Проведенного Исследования Методом Молекулярной Генетической Индивидуализации С целью Определения Биологического Родства Был выполнен Сравнительный Анализ Генетических Профилей Предполагаемого Отца Ульмана Альберта Фридриховича И Черноусова Елизара Егоровича По результатам Настоящей Экспертизы Ульман Альберт Фридрихович Не является Биологическим Отцом Черноусова Елизара Егоровича Ну нифига С ума сойти Так ведь Все же за то Что Отцом Является Ульман А ошибки Не может быть Ваша честь Да я и сам По большому счету Поверил Я уже Я уже Принял его По большому счету Но познакомился С мальчиком И дал задание Адвокату Чтобы он оформлял Документы в Германии Чтобы он туда Переехал По большому счету Света Так чей это Вообще Ребенок Ты можешь мне сказать Да Светлана Скажите Суду Чей Елизар Сын Если это Не ты То Тетя Том Это Максим Что ты такое Говоришь вообще Света Как мой Максим Кто такой Максим Мой сын Максим Который погиб Как он может К этому вообще Отношения иметь Вообще Чего такое Говоришь Придумываешь Какую-то фигню Ваша честь Поясните пожалуйста Суду Кто такой Максим Ваша честь Максим Это Умерший сын Тети Томы Как это может быть Вообще В общем Дело было так Мы с ним Переспали Не по моей воле Это было Это было в день Его смерти Альберт Когда ты уехал В Германию Я была в отчаянии Я была в депрессии Я не знала Что мне делать Дело было в Новый год Меня подруга Пригласила на вечеринку Ну напилась я До беспамятства Заснула в спальне Когда я проснулась Максим Он занимался Со мной сексом Не по моей воле И когда я уже очнулась Он уже заканчивал Все свои дела Что вот Я начала кричать Что мне оставалось делать Он упал ко мне в колени Начал просить прощения Говорил Что это все Случилось по пьяни Что Это все Нечаянно Я Тетя Том Я его пожалела Потому что Он недавно женился И все В общем Получилось так неожиданно Что Я просто не знала Что мне делать Я не стала вам ничего говорить Потому что Это произошло все Да это все произошло В ту ночь Когда его убили Ваша честь После вечеринки Когда все это произошло Он возвращался домой И на него Напали какие-то отморозки И его убили Как я могла Тетя Том После этого К вам прийти На следующий день И рассказать Все вот это Как Получается Моего погибшего сына Остался Мой внук Кровиночка моя Родная Ваша честь Вот в это я верю Знаете Вот День Когда у меня сын погиб Мне звонила невестка И сказала Что он с друзьями Был Где-то там Отмечал что-то А потом пошел На какую-то вечеринку После которой Его как раз-то Вот и убили Еще следователь Этот Как его Не помню фамилию Он сказал Что у них были Какие-то там Сексуальные отношения Вот у моего сына А где С кем не стали Выяснять Потому что Преступников На месте преступления Вот поймали Которые Брат Два месяца Два месяца от роду Я его не знаю Я Я Это ваш сын Ваша мама умерла Я его вообще Не знаю Я его видела Два месяца всего Поймите меня Он мне не нужен Я Я заберу этого ребенка Что за мать такая Я заберу Это мой внук Я его буду воспитывать Это моя кровиночка Родная Веня Ты же сама хотела Чтобы мы его отдали Веня Но я не знала Что это мой внук Веня Мы же хотели жить Для себя пожениться Ты чего Веня Томочка Веня Ты меня конечно извини Я считаю Я в память о своем Подумай Я взял опекунство Только с тем Чтобы отдать Послушайте Что вам Тамара Эдуардовна Говорит Я в память о своем Погибшем сыне Буду воспитывать мальчишку Я думаю Нам с тобой нужно расстаться Веня Понимаешь Мы не будем строить отношения Нам не надо расставаться Нет Венечка Послушай меня Послушай меня Я была одинока У меня погиб сын У меня умерла лучшая подруга Поэтому я и с тобой была вместе Нам было с тобой хорошо У меня теперь есть внук Ради которого я буду жить Мне Господь Бог дал такой шанс Вновь почувствовать себя матерью Я буду воспитывать своего внука В честь памяти о своем сыне Но ему нужно удалять Выводное решение Прошу всех Как так Мой внук мне дороже Я буду с ним Прошу всех садиться Соглашается решение суда В иске об установлении отцовства Ульмана Альберта Фридриховича Отказать Суд не устанавливает отцовства Ульмана Альберта Фридриховича Потому что утверждение Опекуна ребенка Бородкина Вениамина Владиславовича Что ответчик Ульман Альберт Фридрихович Является биологическим отцом Черноусова Елизара Опровергается обстоятельствами Установленными в ходе данного Судебного разбирательства И заключением Молекулярно-генетической экспертизы Судебное состояние закрыто Редактор субтитров А.Семкин